Итак, Костромская деревня в контексте клеточной глобализации. Какие возможности, что происходит и что мы там можем увидеть дальше? Глава 7. Итак, очаговая экономика. Гипотеза состоит в следующем. Тотальное сельское хозяйство, по большому счету, едва ли восстановимо там в чистом прежнем своем виде. Индустриальные, огромные коровники на тысячи коров или 800 голов крупного рогатого скота. Огромный перерабатывающий завод в Мантурово, молокозавод, два цеха всего работают. Значит, это невозможно. Сразу же возникает гипотеза. Тотальная экономика, покрывающая все деревни, переходящие в деревню, поле, граничащее с новым полем. И только разделенная одной дорогой, едва ли будет там. Экономика может там возникать только очаговым образом. Очаги, экономические очаги, которые постепенно начинают прорастать, но только там и в том случае, когда они кому-то нужны. Где есть реальные возможности сбыта этой продукции, экономики. А какие большие силы могут там проявить себя? И уже проявляют, кстати сказать, это силы сельско-экологический туризм. Я тут должен сказать для тех, кто, может быть, не знает, что Костромская область, равная по территории Дании, например, Дании европейской, представляет Западную Вирджинию в Соединенных Штатах Америки. То есть это очень большая территория. Она по масштабам Западной Европы, экологическим, является самым чистым образцом нетронутой природы, приближенным к центру Европы. Все везде, уже в других местах природа трансформирована очень серьезно. Но здесь еще относительно большие зоны нетронутой природы. Это своеобразный экологический, ну как мы его назовем, парк юрского периода, экологический европейской зоны. Итак, сельско-экологический туризм, рекреационный спорт, зоны экологического восстановления здоровья, санаторного, курортного, это реально курортные зоны, органическое сельскохозяйственное производство, регулируемая коммерческая охота и спортивное рыболовство, и регулируемое рыболовство. И этого уже много, практически все леса сейчас уже под арендой находятся, или по крайней мере огромной территорией под арендой охотхозяйств. Здесь я сразу должен сказать, браконьерство до последнего времени имело колоссальное распространение в Костромской области. Но приход коммерческих хозяйств, на мой взгляд, сыграет еще в будущем очень большую роль, потому что именно охотхозяйство начинает заботиться о поддержании поголовья животных. Здесь присутствует член нашей экспедиции, известнейший охотовед, доктор биологических наук Баскин, профессор из Института проблем экологии, эволюции экологии Академии наук Леонид Миронович, который как раз этим и занимается в распоряжении базы этого института, который непосредственно граничит с нашими районами, где мы ведем исследования. Находятся огромные вольеры, таежные станции, которые как раз эти процессы и изучают. Кстати, чему я научился у географов, с которыми работаю вместе в нашем проекте, что вообще всякого рода умозаключения по поводу России в целом, с точки зрения экономики, зонирования, географии и прочее, абсолютно бессмысленны. Зоны России настолько отличаются друг от друга, ближний север от юга России, что это своеобразные, совершенно разные какие-то констелляции, так скажем. Поэтому то, что происходит в Ставрополе или в Воронежской области на Хапре, там свои проблемы, там должны специалисты отвечать на ваш вопрос, что и как там происходит. Я могу вам сказать, что происходит более-менее в Костромской области, еще меньше в Ближнем Севере, но я никаких заключений по Сибири, Дальнему Востоку, югу России, там северо-западу, принципиально не делаю и делать не могу и не хочу. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Помимо таких формальных изменений в стиле жизни, в образе жизни сельского поселения, происходят ли какие-то изменения моральные и сознание на фоне глобализации? Любопытный вопрос. Понимаете, я, будучи несколько старше вас, был воспитан в 70-е и 80-е годы на литературе деревенщиков. Распутина, Астафьева, Василия Белова, Александра Яшина раньше этого. То есть это были писатели, которых я читал и любил, и создал для себя, чисто городского жителя, образ сельской России, души российской, так сказать, русской души, морали, проблем, судеб. В основном через произведения этих авторов. Когда я стал работать в Костромской области, то очень скоро я обнаружил то, что это начисто отсутствует. Это уже какая-то следующая итерация, это следующий этап развития социума, с которым мы столкнулись. Все герои этих замечательных писателей, они действительно замечательные, как художники, как писатели, они остались в каком-то предшествующем периоде. Что мы видим сейчас? Мы видим самые разные процессы, в том числе в области социологии, морали и так далее. С одной стороны, идет до сих пор еще очень серьезное сопротивление денежной культуре. Деньги, как таковые, накопительные, покупательные стратегии, накопительные стратегии, еще не отвечают современным городским стандартам. То есть еще желание обмениваться натуральным продуктом, взаимоучет услуг, превалирует над чисто денежными расчетами. Это одна сторона дела. Другая сторона дела стоит в том, что вот уже люди среднего поколения, и особенно молодые, рукастые, головастые, сообразительные, они работают уже абсолютно по московским стандартам. Если надо поправить избу, что-то сделать, тут же составляется смета, бюджет, потом идет учет времени, сколько потребовалось, значит, на то, чтобы это сделать. Все передается, положим, мне по электронной почте, а заодно и снимки, что сделано. То есть это вот тоже деревенские, это тоже деревенские вещи. Люди, которые, ну коллеги, они реально коллеги мои, строили домик Тора, они сказали, что американский чертеж их не очень удовлетворяет, там не стыкуются размеры. Они вошли в интернет, в YouTube, нашли экскурсию по домику Тора в Конкорде, Мессачусетс. Оттуда взяли вещи, детали уточнили, как там переплеты, рам, то есть все. И сами это все нашли, сделали, и мне все это продемонстрировали, как уже готовый продукт. То есть и это есть. Есть замечательные, конечно, женщины пожилые, уже реально пожилые. Это те женщины-старушки, которые работали доярками в первой дойке в 4 утра, и потом бетоны по 38-40 литров грузить на тележки высоченные, тракторные, значит, с молоком. То есть они с исковерканным здоровьем абсолютно сейчас. Они все вокруг нас, они с нами на всех наших мероприятиях и интересуются всем, они с нами. Первый вопрос, который я слышу от москвичей, когда рассказываю, что я, значит, много времени провожу там на базе, все, вас грабят там, воруют у вас, вас там обчищают дома. Это первый вопрос, который мне задают. Ну, мы решили эту проблему очень просто. Мы просто живем одной семьей с деревенскими и не провозглашая это в качестве программы, а просто по факту жизни. И поэтому это решает эти проблемы очень легко. Продолжение следует...